Литературные новинки на библиотечных полках. На книги и периодические издания библиотекам региона из федерального и областного бюджетов выделены субсидии в 389 тысяч рублей. Сто из них досталось библиотеке имени Горелина и ее филиалам. Это вдвое больше, чем в 2016. Общее финансирование Центральной городской библиотеки в этом году составит более 30 миллионов рублей. Почти пять израсходуют на обновление книжного и газетно-журнального фондов, а также ремонтные работы. Стоит отметить, что живет библиотека не только на средства федерального и муниципального бюджета. В прошлом году доход от платных услуг составил 850 тысяч рублей. Все эти средства пошли на зарплату сотрудникам. Обычно мы приобретаем это отраслевую литературу и художественную литературу. Естественно, справочные издания, классическую литературу. Наши специалисты проводят огромную работу по изучению информационных потребностей наших читателей. И только согласно анализу ими проведенному, мы планируем закупки. Наталья – одна из постоянных посетительниц библиотеки. Ходит она сюда уже не первый год. Горелинская библиотека стала ее любимой благодаря богатому фонду художественной литературы и периодике. Мне здесь очень нравится. Здесь можно детективы, я вот интересуюсь. Мне всегда очень подходят все. Потом и романы женские. Все здесь в избытке. Все очень даже хорошая библиотека. Удовлетворить потребности каждого читателя нелегко. Вкусы у публики самые разные. Чтобы любой нашел себе чтение по душе, в библиотеке трудится целый отдел по комплектованию фондов. Здесь занимаются составлением перечня закупок для всех филиалов библиотечной системы. Благодаря работе отдела нужную справочную литературу могут получить юристы и экономисты. А самых маленьких читателей радуют детской литературой и журналами. Стеллажи в залах больше похожи на книжные магазины, где можно найти самые современные художественные произведения. Новинки у нас идут. Это Дина Рубина, последняя ее, Баби Лето. Это Евгений Водолазкин, авиатор. То есть вы можете у нас прочитать книги. Татьяна Устиновна, последняя новинки, Александра Маринина, Полина Гашкова. Зарубежная литература, конечно, уже читаем. Сейчас Дэн Браун, Ольвер Петч, Януш Вишневский. Большим спросом пользуется отраслевая литература справочного характера. Библиотека также закупает и дорогостоящие издания по юриспруденции и компьютерным технологиям. Помимо чтения книг, здесь можно и просто поработать, хорошо провести время с друзьями в тихой обстановке или поиграть в настольные игры. Сотрудники библиотеки предложат вам на выбор шахматы или шашки. В планах приобрести кофемашину, чтобы посетители могли читать книгу за чашечкой ароматного напитка. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ Иваново.